дорогие друзья всем привет сейчас мы будем испытывать конгревное тиснение который вот сейчас я вам показал сейчас я телефон поставлю на вот такую штуку она будет снимать вот эту штуку и на эту штуку я буду ставить штампы для конгрева и будем тиснить вот на такой вот на такой вот кожи вот на этой коже точно будет хорошо а вот на этой коже не знаю что будет но это очень интересно так что поехали так лишь удержатель я уже открутил и к нему прикручиваем матрицу матрица это то что в пуклы листовая отвертка вкручиваем винты на м4 так видно что не да видно вот так вот скрутили 1 2 дальше лишь удержатель прикручиваем к термоплите также на 4 винта винты с резьбой м6 все прикрутили температуру выставили на 140 градусов дальше нам нужно прикрутить контр матрицу или патрицу вниз так чтобы она совпадала с матрицей для этого есть интересная технология я об этом говорю берем картонку у нас уже она такая бывалая но в принципе ничего страшного в этом нет приклеиваем двухсторонний скотч на матрицу и приклеиваем ее на эту бумажку дальше нам нужно совместить контр матрицу и патрицу вот так немножко отпустим да вот все у нас отпала все четко теперь приклеиваем эту бумажку на стол так чтобы матрица патрица или контр матрица никуда у нас не ездила затягиваем все вся конструкция у нас готова для того чтобы испытывать на коже берем сначала кожу то ту которая сто процентов будет нормально хотя может сейчас и не получится зря я говорю про сто процентов вопросить с меня без разницы вот так хорошо хорошо так нам говорят что можно хоть где его сделать главное чтоб по центру все делаем так давление маловато добавляем еще надавили ждем секунд 10 ждем 10 секунд и еще добавляем давление чуть-чуть так чтобы хватило сил защелкнуть пресс и еще ждем секунд 10 чтобы у нас там все было хорошо пропечатано так поднимаем и кульминационный момент так но получилось не очень хорошо потому что потому что потому что кожа немножко началась будто бы плавится будто бы она какая-то не натуральная как будто бы она какая-то вот резиновая вот по ходу дела она какая-то такая короче на этой коже получается плохо сейчас будем пробовать на другой коже так на самом деле это кожа больше похоже на кожу скорее всего на ней получится лучше чем на ту к на которую я рассчитывал так а вот этом куске можно два утиска сделать или один да да просто здорово я думаю может быть зафигачить тогда им ждем на всякий случай убавлю по я температуру сделаю 130 добавим еще давление еще раз надавим так здесь конечно результат был получился всем плачевный хотя есть люди которые говорят что это нормально это хорошо это нравится но я считаю что это фигня так смотрим что получилось на другой коже тоже она что-то приклеилась блин да тоже результат не сказать что прям супер ски кожа как будто бы немножко плавится что ли в принципе неплохо но была бы кожа поинтереснее было бы лучше попробую сейчас температуру убавить и попробовать еще раз сделать оттиск сделаю температуру 110 градусов может быть поможет чтобы было получше так все мы подождали минут 10 температура плиты упала сейчас температура 110 градусов и будем ту же самую кожу пробовать теснить посмотрим что получится так для начала пробуем которая потоньше на которой получилось хуже всего надавили подождали на этой коже можно долго не ждать потому что она потому что она не кожа она не пойми что вообще я боюсь что если долго ждать она может поплавится и будет хуже так посмотрим что получилось ну получилось скажем так сейчас принесу кусок который был первый вот первый кусок который делали на 140 градусов и вот второй на 110 в принципе и тот и другой вариант не очень хороший на 140 даже лучше получилось так попробуем второй кусок кожи который который у нас получился чуть-чуть получше чем чем на тонкой коже посмотрим что будет с ним при температуре 110 градусов нажимаем ждем вот такой результат был притеснение при 140 градусов в принципе он вполне рабочий не самый лучший но рабочий так я добавил давление и еще раз нажал ждем нет в принципе вот этот нормально он сейчас остыл подтвердил и получше стал когда он с пресса прям достаешь он какой-то мягкий так добавляем еще еще даем ждем так нажимаем еще еще давление добавил надеюсь это поможет ждем 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 прям нормально так надавил сейчас смотрим она также приклеилась как же температуре 140 градусов ну в принципе сейчас сравним это вот температура 100 110 градусов эта температура 140 градусов в принципе результат практически одинаковый при 140 немножко получше так хочу попробовать мне кажется эти результаты можно выбросить попробуем сейчас сделать на коже растительного дубления на черной коже а вот у меня есть кожа это растительная толщина 2 миллиметра на ней должно получиться шикарно шикарнейше так ну на растяжке единственное что давить при большой температуре особо не надо то есть там хватит градусов 90 даже максимум 100 у нас 110 я думаю что не страшно так поднимаем ставим все раз поднимаем добавляем давление еще давим ждем чтобы хорошо рельеф закрепился ну и пожалуй хватит итак смотрим что получилось вот все получилось шикарно попробую увеличить вот это вот растяжка на ней прям так рельеф шикарно выпучивается обратная сторона вот такие дела еще могу попробовать на какой-нибудь еще у меня есть такая вот кожа не знаю чуть такое сейчас попробую на ней давать тоже просто ради интерес все кладем давим с первого раза надавил так стоит по идее на такую кожу конечно надо температуру больше сделать я обычно на нее делаю 140 градусов делаю 140 ну на сейчас поднимется максимум там на 20 ну и хватит вот так хорошо надоел блин и как пустишь так да тоже получилось мега шикарно вот это у нас не знаю какая-то кожа хорошая кожа не получается хорошо как бы не хуже чем на растяжке она еще очень хорошо так на конгреве становится более светлой и рельеф как бы из этого больше начинает играть так ну на этом все наши эксперименты заканчиваются вот хочу показать то что у нас получилось сейчас включу свет так это вот у нас взвем это коричневая кожа на ней вот так так это вот у нас растишка на растяжке вот так получилось так это у нас какая-то не кожа какой-то непонятный материал вот не знаю что это такое но она как резина очень тянется знаю что на ней в общем кожа начинает плавиться и оттиска хорошего не получается вот тоже самое вот еще одна кожа здесь видно что это кожа до натуральная но сверху очень толстый слой чего-то непонятного там краска или что это на ней тоже начинает плавится но на самом деле оттиск принципе получился более менее рабочий вот два варианта вот такие вот на этом на этом все спасибо за просмотр понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал все всем до новых встреч пока пока ну все все